Сегодня у нас нашествие Врановой. Они что-то тут у нас исследуют, откуда-то прилетели. Очень напоминает патруль. Ника даже надоела ей гоняться сзади, решила, что не буду их трогать. Вообще Врановой это такие птицы, я так понимаю, галки. Ага, все, 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 понял. Скажи, Ника, я понял, что вы там что-то нашли. Вот интересно, собака определила, ага, если пасутся птицы, значит там что-то можно найти вкусное. И теперь выслеживают их и гоняются сзади. А эти, я не знаю, их как-то раньше не видно было. А сейчас вот, у нас на деревьях, везде, причем таки толково птицы, где они тут попрятались. И вот интересно, что после Рождества птицы начали активизировались, то есть поют, пляшут, хотел сказать, летают стаями. Причем патрули они тут разнообразные. И галки, и еще какие-то, и вороны иногда курируют все это. Красавцы какие-то, смотри, с носами, то ли врачи, а в них вообще слабо разбираюсь, оказывается. Но интересно наблюдать. Как-то вот не было видно их у нас тут до Нового Года. Все, собрались, улетели на какое-то свое партсобрание. Вот вчера, наконец-то, сбылась давнешняя моя мечта. Приобрел себе к дню рождения электровелосипед. Долго был, впечатлялся рассказами про Теслу, смыслу, про всякие электрические эти гаджеты, которые улучшают жизнь. Ну вот теперь посмотрю, что это на самом деле. Сейчас покажу. Читал всякие статьи я по поводу электрического транспорта. Как это хорошо, весело, все такое. Ну и решил попробовать. Давно прицеливался, но как-то новые велосипеды, они дорогие. И начинать эксперимент с того, что дорого, по-моему, глупо достаточно. Вот такая у нас улица, кстати. Прогуливаемся с Никой. Вот. Ну и долго-долго искал. Мне в деревне нужен какой-то транспорт. У меня есть там обычный велосипед. Но обычный велосипед же уже за 50 лет эксплуатации его мною как бы известен. Хочется приобщиться к чему-нибудь новенькому. Тем более везде в каждом ящике рассказывают про преимущества электротранспорта. Как это удобно. Как это дешево. Вот. Я уже поглядывал и на электрическую машину. Но здраво рассуждая, я понимаю, что в городе с этой штукой будет лишний гемо. Вот. Поэтому остановились пока мы, да, Ника? Корзиночку вот ей купим. Буду ее возить. Остановились пока мы на электротранспорте. В виде велосипеда. Потому что самокат это как бы странно. На маленьких колесах. Особенно в деревне. Моноколесо. Но нормальный человек. Сидя в неудобном... Вернее, стоя в неудобном положении. Рискуя разбить себе голову об асфальт. По-моему, не будет на этой фигне ездить. Не знаю. Ну и вот выбрал я велосипед. Причем необычный. Ну, покажу, короче говоря. Приду домой, покажу. Я его вчера затащил. Тема экологии меня тоже интересует. Хотя... Хотя... Я понимаю, что там подводных камней дофигища. Но вот решил приобщиться. Вот. Решил приобщиться. Что из этого получится, буду рассказывать периодически. О, кто-то уже от елочки избавился. Быстро? Надо же как-то наносить лепту, лепчищу. Мой велосипед внесет лепту в экологию нашего города, я так думаю. Серьезно. Вот такой электромонт. Вот такими штучками. С такими фарами. И вот с такими колесищами. Таня, как уезжал, сказал, ёбхарный бабай. Что это ты такое приволокли? Я ещё, честно говоря, сам не разобрался. Показываю новое приобретение своё. Я ж умею, чё здесь учебусь. Ну, кто квадрокоптеры покупает. Кто покупает лодку. Кто покупает электромобили. Я решил всё в одном объединить. Купил себе вот такого монстра. Не знаю, честно говоря, чем это дело закончится. Вчера нашёл участок без льда, потому что ляшнуться как-то не очень хочется. Ну и опробовал. Едет, по ощущениям, до тридцатки есть. По ощущениям. Вот. Почему я купил эту штуку? Именно. Во-первых, вот эти дебильные колёса здоровенные. Это как раз мне по грибы ездить и по песку в деревне. Во-вторых, потому что он сам по себе без батареи едет. То есть на нём можно просто ехать. Это не надо. Ничего выдумывать. Едьте всё, даже если батарея села. Ну, что сказать. Ничего плохого сказать про него не могу. Кстати, такие, наверное, продаются где-то. Начинка у него механическая нормальная. Шимана. Тормоза дисковые. То есть это для меня всё понятно. Что ты стёр? Контроллер. Теперь я знаю это слово. Контроллер. Педали. Педали я знаю здесь. Да. Что ещё? Тут мне нравится. Нравится мне то, что вот этот моторчик и всё вот это тут отчебутили. Он бушный, кстати. Отчебучили уже для защиты, так сказать. Вот это всё сделано заводской. То есть не халтура какая. Цвет, конечно. С цветом, я не знаю, или это прикололись китайцы, наши любимые. Кто ж ещё может придумать такое? Я в детстве, когда был маленьким. Когда я был маленьким в детстве, ещё небольшой, как сейчас. Уже к старости. А был маленький в детстве. Вот такая примерно окраска была у милицейских машин. Ну, что сказать. Вчера прокатился, понравилось. Вот. Дальнейший обзор. Посмотрим. Вот эта штука мне примерно расскажет, насколько удобен электротранспорт. И насколько он, так сказать, оправдан. Ну, сразу скажу. У меня грузовой лифт, поэтому я его взял. Ну, а в деревне первый этаж. Потому что так тащить его, наверное, было бы не камильфу. Ну, вот. Вкратце. Ну, конечно, вот эту хрень. Перекрасим, наверное, потом. А может, и не перекрасим. Хороший цвет, а то издалека горнится. Деток. Мне он понравился именно тем, что постебаться на нём можно. Правда, Таня, как ты сказала сразу? Нет. Так, у нас тут, это не обращайте внимания, переезд. Переезд заметят. Сразу заметят, да. Во-первых, сразу заметят. В лесу пьяного найдут всегда по велосипеду. Кому что? Господи, это пьяного. Не, ну, я смеюсь. Надо же отдавать должное моему возрасту. Короче, все эти штучки, дрючки, рабочие. Но тормоз надо регулировать. Но это по механике для меня. Как пыль для матроса. Ну, а остальное, ну, не знаю. Я как-то, я его как увидел, так я в него и влюбился. Именно за его брутальный вид такой. То есть, вроде едешь, вроде велосипед, но вроде не велосипед. Конечно, если спустятся эти колеса, фиг ты уже на нем куда доедешь. Ну, вот, в следующем обзоре. Да я, правда, честно говоря, не знаю, когда он будет, потому что по льду я не поеду на нем. Чего? Хватит трещать, мне говорят. Так, что я еще хотел сказать. Ну, это парящие линии. Это парящие линии. Ну, буду держать в курсе, короче говоря. Ну, вот такой мануал у него тут. Не знаю, есть толк от этого мануала. Ну, вообще, штука прикольная, конечно. Я хотел обычный велосипед, только с электромотором. Ну, честно говоря, за такие деньги я ничего толкового не нашел. То есть, какая-то самодельщина, которую потом не разберешься. Что с ней делать и как ее ремонтировать. А тут все-таки даже какая-то фирма есть. Смарт-бай, не знаю, существует она или нет. И вроде как даже 19-й год. То есть, свежак, если разобраться. Ну, конечно, иллюзий по поводу батареи я не питаю. Как правило, никогда я не верил в аккумулятор бушный. Ну, а вдруг? Ну, покупал у человека такого, который вызывает доверие. Симпатичный такой мужчина. Так что, так что вот так. Потом расскажу. А на улице у нас, на улице у нас. Вот. Теперь будем ждать весну. Красну. И рассекать по поселочку. Как поеду я. Потому что сейчас ехать, конечно, это довольно-таки дело неблагодарное. Можно как-то, говорит, Таня, костей не собрать. Поедешь костей и не соберешь. Ну, как-то так. Наша елочка еще стоит. Уже начали елки выкидывать, слышите они? Да и такие творческие, валяющиеся елки. Может, наш шрёдер для этого пригодился бы. Ну, вот, 10 число. Мы уже с велосипедом. Как раз 10 января. 10 января самый лучший день для покупки электровелосипедов. Учтите это. Вообще, погода эта, скажу, неплохая. Птицы начали там летать активно. Чувствуется весна не за играми. Продолжение следует...